Радио Болтком Сегодня мы снова встречаемся с замечательным человеком, заслуженным латвийским архитектором Виктором Бенедиктовичем Римшей, и говорим мы о проекте, который он непосредственно реализовал, будучи одним из руководителей проектного института Гипропромстрой. И проект этот называется «Сигулская санно-бобслейная трасса». Добрый день, Виктор Бенедиктович, рады вас видеть в студии. И напоминаю, радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, вы сможете звонить, задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Итак, «Сигулская санно-бобслейная трасса», как в прошлой программе вы уже упомянули, была данью успехам латвийских спортсменов, прежде всего саночников, веры Зазули и других, в этой дисциплине. И было принято решение спорткомитетом Советского Союза о строительстве этой трассы. Вот как в то время принимались решения, насколько бюрократия вмешала или помогала этому? И каким образом именно ваш институт проекта был выбран как генеральный руководитель этого проекта? Ну, я бы хотел начать вот с такой как бы фразы, что легко что-то завоевать, но трудно то, что ты завоевал, удержать. В какой-то мере, значит, даже в большей мере спортсмены Латвии, спортсмены Латвии завоевали, я бы сказал, это право, чтобы Сигулская трасса была именно в Латвии. А институт Латгипропром, поскольку он на тот момент был лучшим институтом в Латвии, имел квалифицированные кадры и организацию проектирования, я бы сказал, мы никогда не срывали план реализации проектных работ. Все выдавало всегда вовремя. Здесь фактически мы пользовались сетевым так называемым графиком, который в свое время был в Америке засекречен. Вот когда они изготавливали свои корабли Либерти, так, это все шло по этому графику. Каждая деталь поставлялась на сборочный как бы пункт вовремя, не то что по часам, по минутам. У нас вот этот график был введен и в проектирование, чтобы не срывать сроки. Тем более, если забегая вперед, санобобшленную трассу строили и проектировали, и строили. И нам нужно было все выдавать вовремя. Это вот как бы такое вступление. Далее, поскольку было принято именно в Латвии, надо чуть в историю. Еще до этого в Латвии энтузиасты, в основном энтузиасты проводили соревнования. Сами выезжали, допустим, на природу выбирая. Даже вот под Цесисом, как история говорит, была просто дорога извилистая. На ней сделали эту трассу и проводили соревнования. А вообще-то под Цесисом, это в поселке Цирулище, была построена санобобшленная трасса. Вот на естественном грунте. И ее тоже проектировали специалисты в свое время. И строили, по существу, на энтузиазме латвийские спортсмены. И если в Союзе иногда проводили соревнования где-то, то за две недели до начала соревнований латвийские спортсмены, тренеры и специалисты, как это все, готовить трассу, выезжали и готовили. И тогда только проводили союзное соревнование. Ну, это так, вкратце история. Но вообще-то санобобшленный спорт зародился в Швейцарии. Это в 1887 году. Где-то в конце 19 века санобобшленная трасса была построена в Сигулде, Кропоткинами. Там, правда, был только один вираж. Если из истории взять, то, по-моему, в 1910 году в Риге, в Адинсканских соснах, была создана санобобшленная трасса. Но она была коммерческая. На ней, кажется, приходили люди, катались. Но там и выступали спортсмены. Но за выступление они платили деньги. Но победитель всегда получал приз от богатых, как бы, спонсоров. Но это так вот кратко. История вопроса, да. История вопроса, да. Очень интересно, да. А вообще-то, ну, перед войной это всё заглохло. И после войны, когда, по-моему, это в 60-е годы, санобобшленный спорт был включён в Олимпийские игры, я бы сказал, здесь опять в Латвии произошёл такой всплеск желания к этому спортовиду вернуться. И в этом отношении как раз латвийские спортсмены и тренеры проявили большой энтузиазм. И вот уже к 80-му году Вера Зазулия уже называла, и Амантова они завоевали, медали и так далее. И после этого, именно вот благодаря вот такому отношению к проведению соревнований и желанию, как говорится, трудиться, тренироваться и побеждать, вот поэтому в России в спорткомитете приняли решение именно строить санобобшленную трассу в Латвии. Вот это было такое первое начало. Далее, в 79-м году как раз обратились в наш институт принять участие в проектировании санной трассы. С этого момента практически я непосредственно участвовал во всех мероприятиях, связанных с проектированием санобошленной трассы. Первое было как бы задание выбрать место, где эту трассу построить. Ну, на первый взгляд мы как бы приняли, допустим, Тукумс, там Давгавпилс, Эргли и Сиголда. Четыре таких как бы варианта. Но самое главное, чтобы трассу построить, нужна соответствующая гора. Перепад высот 100 метров. И можем сказать так, что ни в Сиголде, ни в Тукумсе, ни в Давгавпилсе такого перепада высот в горе не было. Было, допустим, в Эргли, в Гайзенканше. Но там опять проблема. Урви склон горы не соответствовал, чтобы проектировать санную трассу. Она должна иметь, как бы, кроме перепада высот, еще уклон от 8 до 15%. И вот именно вот этот склон горы оказался только приемлем в Сиголде. Поэтому, как бы, это первое было такое условие проектирования санно-бабшлейной трассы. Но в Сиголде не было этого перепада. Высоты, да. Условно где-то 80 метров. То есть 20 метров не хватало высоты. Казалось бы, можно было отказаться от всего. Но чем еще Сиголда привлекала по сравнению с другими городами? Это своей историей, своей, если мы возьмем там, допустим, старый замок был. Кроме того, там другие исторические места и природные места красивые и так далее. Вот. Поэтому было все-таки остановиться желание в Сиголде. А что делать с 20 метрами, которых не хватало? Ну, вот, поэтому было решение этих 20 метров как бы надстроить над уровнем площадки горы. Ну, это так, ну, историческое место, это гора Пиртнеку. Вот. Поэтому остановились... Банщиков. На этом... Да, совершенно верно. Вот. Ну, 20 метров надстройка – это что, высота пятиэтажного дома? Совершенно верно. Совершенно верно. И я бы сказал так. Это было как бы первое решение. После все-таки нужно было... Допустим, в целом, как бы, я знал, ну, о Сан-Абабшлейной трассе так в общем, так. Вот. Но для того, чтобы проектировать Сан-Абабшлейную трассу, все-таки нужно знать многие детали. Детали о безопасности там и место расположения там, и виражи, и так далее, и так далее. Значит, я был командирован в ГДР, в Лейпциг. Там спортивный центр спортивных сооружений. Вот. Туда я отправился вместе с своими коллегами, инженером, инженером и строителями Сигулды, и были составлены мною, допустим, было составлено около 50 вопросов. Там конструктор тоже создал и строитель. Когда мы приехали в ГДР, ну, они спросили, ну, что вам показать? Вот. Но, может, здесь я еще должен сказать, почему мы выбрали именно этот центр спортивных сооружений в Лейпциге в ГДР. Угу. По, как бы, таким общим разведкам мы узнали, что все-таки ГДР более квалифицированные специалисты, как бы, по расчету спортивных сооружений по саннобобшлейному спорту. Кроме того, допустим, уже на то время были построены саннобобшлейные бобшлейные трассы там в Канаде, в США, в Италии. Но по своим качествам, но они, как бы, условно, я бы сказал, уступали то, что, допустим, ГДР сделали у себя санную трассу в Оберхофе. Угу. Вот. Поэтому туда была командировка. И когда мы туда приехали, представили, сначала они говорят, ну, что вам показать? Мы говорим, показать мы хотели бы видеть, но мы приготовили вам вопросы. Когда мы передали эти вопросы им, посмотреть специалистам, они нас заставили ждать где-то полчаса, может быть, чуть больше, вернулись и говорят, если вы хотите получить ответы на эти вопросы, мы вам можем прочитать лекцию в течение трёх дней. Так. Вот мы, будучи там в Германии сидели, слушали лекции, буквально по всем вопросам. Вопросы были до, ну, я бы сказал, может быть, до самого последнего винтика, потому что ничего, когда сделается какое-то сооружение, там мелочи не может быть. там должны быть все вопросы. Значит, после этого нам показали сан-обобслейную трассу в Оберхофе после лекции, нас там принял мэр города даже, вот, и я бы сказал так, что ещё когда мы выезжали из Москвы в ГДР, нам сказали, ну, немцы вам мало чего дадут там и так далее, но в конечном итоге мы получили от них рекомендации, так, получили примерно свои предложения, как они могут участвовать в проектировании, и дали некоторые чертежи. то есть подошли, они поняли, что мы приехали серьёзно, а не просто так, как часто руководители из СССР приезжали, посмотрят в ресторане, извиняюсь, посидят и едут домой. Но после этого я бы сказал, санную трассу ещё не начали проектировать, это был как бы пролог того, что будет. Значит, в это время я проработал фактически программу по Сан-Бабшлейной трассе, содержание. Кроме, допустим, лотка самой трассы, там же должны быть ещё определённые сооружения, было желание. Кроме зданий стартов, там, узкого, женского, юниорского, кроме финишного здания, которое должно быть, кроме там компрессорной, котельной и так далее, то есть должны были быть все эти сооружения. Кроме того, было предположение, что будет в этом же комплексе построена гостиница на 150 мест и фуникулёр, который будет доставлять спортивные сооружения спортсменов с нижней зоны в верхнюю. Вот на основе как бы программы составления всех этих объектов был разработан такой эскизный проект мною, так, но и как бы представлен на рассмотрение. И когда после всех рассмотрений решили, что все-таки это все очень дорого, сама трасса и так далее, поэтому в конечном итоге отказались от фуникулёра и отказались от гостиницы. Но здесь я немножко хотел бы отступить. В этот момент ко мне обратился тренер по бобшлею опытник запроектировать на стадионе Далгова так называемую тренировочную эстакаду. По всем классическим как бы параметрам она должна занимать примерно 150 метров длиной. Там разгонный путь, затем тормозной и так далее. На стадионе Далгова такого расстояния было, допустим, у железной дороги, но там тренер по легкой атлетике привозил из-за границы различные деревья. Он там устроил как бы маленький сад. И чтобы устроить вот эту тренировочную эстакаду, нужно было этот сад разрушить. Поэтому были очень большие возражения. Я от себя просто у тренера спросил, есть расстояние, допустим, между входами на стадион, если кто-то был, видел, 80 метров всего расстояния. Я опытнику предложил сначала вопрос, а может ли быть тормозной путь не лед, а, допустим, дерево? Он сказал, пожалуйста, можно, для тренировок годится. Вот я тогда вписал эту эстакаду тренировочную именно в эти 80 метров. Причем там с маленькими трибунами где-то на 10 человек, чтобы тренеры могли быть и так далее. И я бы сказал, эта трасса эстагада тренировочная помогла все-таки советским спортсменам. Я вот в 83 году перед Олимпиадой 84 был тоже в Югославии вместе со сборной СССР по бобшлею и опытникам. И спортсмены на начальной стадии показывали лучшее время на старте. То есть именно вот эта эстакада позволила готовиться спортсменам к соревнованиям. К этому я бы должен сказать, что когда опытника назначили тренером сборной СССР по бобшлею, он сказал, через 4 года я завоюю медаль. Над ним тогда посмеялись, что это нереально. В то время как немецкие спортсмены, они уже там десятилетиями, там австрийские и так далее, они все время побеждали. СССР в те годы, ну, был где-то... Только начинал, да. Начинал и был на 8-м, там, 10-м, 12-м местах и так далее. И вот когда опытник сказал, что через 4 года он получит эту медаль, завоюет со своими воспитанниками... Олимпийскую медаль имеется ввиду? Да, никто ему не поверил, над ним смеялись, что не может быть. Но я бы сказал, здесь надо дать должное еще о нем. Он сконструировал сани бобшлейные специально, вот, именно он, как конструктор, но привлекал специалистов еще с завода ВЭФ к этому. И действительно, уже в 83-м году, когда на проверочных предолимпийских играх уже спортсмены, вернее, спортсмен Латвии уже показал третий результат. Вот. Это было впервые. Но вот это в промежутке. А начало проектных работ началось только в 83-м году. Так что вот этот промежуток времени... Четыре года, да? Ну, три, будем говорить, с 80-го по 83-й. То есть вы в 80-м этот эскизный проект представили, да? Эскизный был представлен, я бы сказал, не в 80-м, 82-й, начало 82-го года, потому что эти предложения, программы и так далее должны были утвердить еще. Но я еще об одном эпизоде хотел бы сказать. Вообще наш институт был выбран и предложен и согласился на это, чтобы проектировать это наш в то время директор Алексеенко Юрий. Я бы сказал, если бы, наверное, не он, может быть, санной трассой не было бы. В этот промежуток времени он был вызван в Ленинград к тогдашнему первому секретарю ЦК Романову, который предложил ему проектировать саннобобслейную трассу под Ленинградом. Алексеенко сказал, ну, а же в институте, то есть, есть институты мощные в Ленинграде, почему вы ко мне обращаетесь. А Романов сказал, все отказываются. Видите, потому что был некоторый печальный опыт там в Братске и так далее. А что было в Братске? Там тоже построена саннобслейная трасса, только без искусственного замораживания, причем было построено немножко с ошибками, хотя там тоже консультировали немецкие специалисты, но местные, видимо, не все учли. И тогда Алексеенко ответил, если я буду проектировать трассу, то только в Латвии. Вот на этом как бы это такой эпизод в жизни был нашего института. А Алексеенко, Юрий, отчество его? Юрий Архипович. Да. То есть, он выступил как патриот Латвийской Советско-Социалистической республики. Да, он кончил, допустим, институт там на Украине, он был направлен сюда, и с самого начала, как бы, с нитней ступени как инженер, вот он вырос до руководителя института. Кстати, он и был прекрасный инженер, и он непосредственно, как инженер, тоже курировал проектирование саннобобслейной трассы. Ну, и когда было решено, что вот в 83-м мы начинаем проектировать, тогда, поскольку уже были выбраны немецкие специалисты для проектирования расчёта, они были... Самой трассы? Самой трассы, только самой трассы, всё остальное немецкие, они только расчёт взялись сделать, только расчёт. То есть, это не проектирование, а только расчёт? Ну, это как бы составная часть проектирования, но только расчёт, саму как бы трассу и так далее. Они первоначально представили свой вариант, им была выслана эта посъёмка горе Пиртнека, и наш вот именно Тилик, он, я бы сказал, в дальнейшем был идеологом этой трассы. Когда он просмотрел, что предложили немецкие специалисты, он предложил свой вариант, свой вариант, как эту трассу нужно было, и она была как бы смещена ближе к городу, но там где-то на 50 метров, вот, и он прошёлся по склону, проложил все колушки, было снято то по съёмке заново, и направлено немецким специалистам, они сказали окей, очень хорошее предложение, но они обсчитали уже, но как идеология эти виражи и так далее он предложил, вот, они то есть он их на место расположил, фактически привез, уже прикрепил немножечко к месту. Ну, примерно, там всё равно при расчёте была корректировка и так далее, но как идея его это нельзя отнять, вот, ну, дело в том, что там не просто расчёт самой как бы трассы, так, вот, там же и вот эти при поворотах, ну, в виражах, там образуются сложные как бы такие конструкции пространственные, причём, я бы сказал, это как математика и архитектура, понимаете, этот расчёт, эти все виражи, они очень красивы, очень красивы, если в натуре их, правда, сейчас это всё накрыто козырьком, вида этого нет, но раньше это был идеальный вид. Кроме того, трасса имела как бы вид с точки сверху, можно было увидеть 7-9 виражей, как там проходят, вот, ни в одной трассе такого нет. Ну, то есть, для зрителей эта трасса тоже представляла такой уникальный объект? Обязательно, ну, кроме того, что это уникальный, но это очень дорогой объект. Хорошо, давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв на рекламу, буквально 2-3 минуты и вернёмся в эфир, чтобы продолжить разговор о Сигулской санно-вобследованной трассе с её проектировщиком Виктором Римшей. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров трассе и мы рассказываем о том, как создавался этот уникальный объект. Итак, в 1983 году было начато проектирование, немецкие специалисты выполнили расчёт самой трассы, латвийские топографы разместили эту трассу на конкретном ландшафте, и дальше началось уже само проектирование рабочей самих сооружений. Так, Виктор Венедиктович? Да. После получения расчётов именно спуска трассы, латка трассы, были также рассчитаны вот эти виражи. Это довольно сложное сооружение, оно требовало большой квалификации выполнения проектных работ. Дело в том, что когда было всё сделано, через каждых три метра и в институте были запроектированы специальные шаблоны, которые по существу это уникальный, каждый шаблон уникальный. Нужно было его точно разместить и по шаблону уже строить саму трассу, иначе невозможно было. Значит, кроме того, в эти самые лоток трассы виражи вот эти нужно было вмонтировать трубы для холодоносителя аммиака. Для холодагента, да. Для холодагента нужно было это всё разместить. Причём допусков практически не было. Нужно было, чтобы проект точно отвечал. Там допуск в миллиметрах, чуть ли не как в машиностроении, ну, условно так, очень точно. И когда были нами запроектированы вот эти все трассы и так далее, надо учесть то, что там была очень сложная диалогия, то есть пески, глина и так далее. Причём при малейшем, как бы, вот, допустим, если сильный дождь и так далее, там образовались оползни. Кроме того, была проблема, там же рядом проходит железная дорога и дорога, они создают вибрации. И вот нашим инженерам как раз нужно было запроектировать так, чтобы этих влияний ни оползней, ни вибрации, не влияли на саму трассу. вот. для этого, если примерно 20 метров, то есть 200 метров длиной была подпорная стенка сделана со стороны дороги, причём подпорная стенка должна была так сделана, чтобы через неё и проходили грунтовые воды, их нельзя было там оставлять за стеной, ну, специально были дренаж сделан, специальные отверстия и так далее. Кроме того, учитывая, что эти огромные оползни могли быть под основные опоры, там, где склон горы, были сделаны буронабивные сваи полтора метра в диаметре и глубиной до 10 метров. Кроме того, под дорогой у этой подпорной стены уже под так называемые притрассовые дороги, это со стороны лотка трассы заложена конструкция длиной 90 метров сечением метр на метр. Это также, чтобы ликвидировать оползневые эти самые моменты. Это все должно было быть рассчитано и должна быть дана гарантия, что санной трассы ничего не случится. Вот эта ответственность очень большая именно наших инженеров и специалистов, которые рассчитали это все. И вот до сих пор никаких нареканий, хоть там проходили товарные поезда и проходит там улица и так далее, значит, этого влияния не было. И поэтому после того, когда вот это все было запроектировано, мы решили пригласить под строительство самой трассы югославских строителей. Им была представлена наша документация и они согласились и только предложили, что на виражах по нашим как бы шаблонам они создадут свои железобетонные такие конструкции ребра, которым уже будет крепиться и арматура, и эти трубы и так далее. Практически я должен сказать, что югославы уже когда была основа, все фундаменты, все притрасовая дорога сделано, им нужно было только качественно выполнить эту работу по нашим шаблонам, по специальным конструкциям и так далее. Ну вот Виктор Квалификация, вот это далее. Подождите, давайте немножко вернемся. Значит, если оценивать вот эту работу по строительству, то есть то, что вы сказали, подпорная стенка, сваи и так далее, то есть это все делали латвийские специалисты, не югославы. Югославы только трассу. Саму трассу. Если в процентном соотношении вот этот объем строительных работ оценить, то сколько сделали латвийские специалисты, сколько югославские? Примерно. примерно, может быть, где-то, даже латвийские где-то 60, а югославы где-то 40. Ну да, я спрашиваю специально потому, что в статье в Википедии указано, что трассу строили югославы и немцы, а про латвийских специалистов вообще не упомянуто. Получается, что это просто не соответствует действительности, надо это исправить. Совершенно верно. Я бы сказал, желание даже выступить у вас, у меня тоже появилось, вот это несправедливость. Потому что все сооружения надземные, кстати говоря, все эти высотные опоры, здания и так далее, это все выполняли латвийские. Югославы только по готовой как бы уже выполненной работе по дороге, по всем фундаментам, они только сверху сделали свои. Видите, наши специалисты возможно бы тоже сделали, но, как говорится, решили не рисковать, поэтому пригласили и пригласили югославов. Ну и на это были выделены валютные средства со стороны спорткомитета. Валютные средства, то, что выделил спорткомитет, они распоряжались к нам такие сведения, конкретно сколько по валюте было затрачено, все было переведено только в латвийские, то есть в советские рубли. Да. И сколько в итоге смета, вот я вижу у вас перед вами лежит листочек, где написаны конкретные данные. очень грубо. Стоит, как тут говорится, стоимость основных фондов это примерно 13 миллионов рублей. Так? Допустим, там строймонтаж, как говорится, там, допустим, 8 миллионов, там оборудование 900 тысяч и так далее. Ну, надо учесть, вот, когда это все построено, ведь за этим надо ухаживать. Почему я и сказал вот в предисловии, что завоевать проще, а удержать трудно. И надо отдать должное, что латвийские специалисты, даже на Олимпиаде, то, что проходило в Сочи, они выезжали, чтобы подготовить трассу к соревнованиям. Все было сделано. Распыление воды это тонкая работа, там нельзя было, чтобы были какие-то горбыли и так далее. Но я хочу сказать, что строители построили так называем мужской старт, вот он как раз на высоте 21 метр от уровня земли, это я участвовал в проектировании непосредственно еще. Видите, я бы сказал так, что в проектировании по санной трассе от Лат-Дипропрома участвовали около 50 человек. Это не просто так один человек. Кроме того, наша организация была генеральной проектной организацией, и мы, собственно говоря, с нашей подачи были приглашены как раз немцы. Кроме этого, допустим, дорогу притрасываю, это делала организация целью проект, вот, и строила она. По энергоснабжению были приглашены там московские специалисты, вот, поскольку там были свои сложности, там нужно было привлечь специалистов по телевидению, по оборудованию всей трассы коммуникациями, чтобы передавать время и так далее. Все это належало в конечном итоге на нашем институте ответственности. То есть вы координирующим центром были единым? Абсолютно, да. Виктор Бенедич, а вот 83-й год начали, и когда закончили? Сколько лет? Первая очередь была закончена в 86-м году, это начиная с пуск от женского старта, а в 87-м году уже с мужского старта, с верхней самой точки, с самой верхней точки идет спуск мужчин-одиночек и бобслейной бобов, женского старта, мужчины-двойки и женщины, юниоры и так далее. Кроме того, вот этих двух сооружений, они были уже по программе, то, что я предложил, сделаны, дали финишный домик, где шла фиксация всех этих данных, насколько быстро спускаются, там же судейские помещения, там же тренерские помещения были, кафе и так далее. Холодильная станция, котельная, это там рядом как раз расположено, дело в том, что мы еще имели опыт с зарубежными фирмами до этого, как промышленники и так далее, были для, допустим, аммиачных насосов, были закуплены насосы из ФРГ, вот. так что все в это, кроме того, надо учесть, вот как архитектору, не просто, вот самая трасса, это была как бы привязка уже сделана, да, как основной элемент, ну, тут мало я, допустим, мог влиять или кто-то мог влиять, это вот, когда уже рассчитано все, далее даже все подходы, затем площадка, размещение табло, удобные подходы ко всем, это уже все работа архитектора была, архитектор, все эти здания, это тоже запроектирование специалистами Лад-Днепропром, вот, все эти системы безопасности, ведь там очень важно, допустим, чтобы было учтено, когда спортсмены спускаются, чтобы им удобно было выйти из этого лотка, чтоб удобно было выйти, чтоб удобно подъехала машина, их забрала, везла бы наверх, вот поскольку фуникулер был отклонен, то все это перешло на автотранспорт, и уклоны дороги должны были так сделаны, чтобы они не были круче, чем под 15%, это тоже проблема, вот, чтоб транспорт нормально двигался, вот эти условные, я бы сказал, ну, другие считают это мелочь, это не совсем так, они очень серьезные, планировка всех зданий должна была сделана так, чтобы были площадки для размещения подготовки спортсменов, допустим, к стартам, так, чтобы для них были все бытовые помещения предусмотрены, положены по нормам, чтобы они могли разместиться и так далее, вот, это все делал институт Лад-Дипропром. Ну, слушайте, это надо же было туда все коммуникации подвести, получается, и воду, и канализацию, и электричество. Совершенно верно, да, это все как раз было сделано, надо еще учесть, что наши диадезисты, когда эта трасса стала строиться, ведь там она ведь не на ровном месте, а с перепадом высот были специально так называемая геодезическая сетка разработана, и оттуда на каждую точку трассы, хоть строили это все Югославы, допустим, но вот эти все точки, как должна она пройти, наши диадезисты работали, прорабатывали, точно указывали, где эта трасса должна проходить, причем это довольно очень сложная система, тем более, что это было не на ровном месте, а именно на склоне гори. И это еще было без всяких компьютеров, и без лазерных прицелов, и так далее, инструментами совершенно другого поколения. Поэтому все наши специалисты сработали на отлично, я бы так сказал. Но вас наградили после этого, нет? Ну, да, часть, в том числе и я, были награждены премией Совета Министров СССР, но я бы сказал, это удивительное совпадение в том, что это было подписано как раз перед самым путчем 19 августа 1991 года. так? Вот. На следующий день подписал Павлов, он тоже был среди путчистов. Будь это чуть позже, ничего бы этого не было. Таким образом, вы стали последним лауреатом премии Совмин Советского Союза в 1991 году. Вот пока... Да. Очень интересно Виктор Пенедиктович Римша сегодня нам рассказал о истории строительства Сигутской санно-обследственной трассы. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что львиную долю работ по этому сложному объекту выполнили латвийские специалисты и проектировщики, и строители, и геодезисты, инженеры. И я думаю, что мы можем с полным основанием гордиться этим объектом, этой работой, которая была выполнена с высокой точностью, которая обеспечила безопасность всех спортсменов, которые участвуют в соревнованиях. Никаких ЧП на нашей трассе никогда не было. А это очень важно, потому что сани или бобы несутся по этому лотку с огромной скоростью. Четыре метра в час. Да. То есть, если вдруг что-то сделали строители или проектировщики не так, это может привести к очень трагическим последствиям, и такие случаи в истории, к сожалению, были, и, к счастью, они не относятся к Сигулде и к этой санно-вопслейной трассе, которая продолжает работать, которая продолжает быть площадкой для тренировок спортсменов, теперь уже разных стран, и я думаю, что людям, которые являются патриотами Латвии, стоило бы посетить эту трассу, посмотреть на нее, как она выглядит сегодня, я думаю, что это очень интересно, а мы со своей стороны благодарим, ну, мы как радио, благодарим Виктора Бенедиктовича за рассказ, и я лично, как человек, который в Википедию пишет, постараюсь исправить те неточности, которые сейчас есть в статье на Сигулдской санно-вопслейной трассе, и восстановить историческую справедливость в отношении наших специалистов, которые ее возвели и позволили ей до сих пор успешно работать. В программе «Очевидец» сегодня Виктор Бенедиктович Римша рассказывал о Сигулдской санно-вопслейной трассе, программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего доброго, до встречи через неделю. До свидания. Вы слушаете Радио Болтком.